МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я считаю, что вы не гастролер, но тот человек, который по всей стране сеет это удивительное искусство мюзикла. И в Красноярске ваша новая постановка, два слова о ней. Она почти готова? Да, она почти готова. Премьера будет 2 июня. Мы, естественно, будем делать предпоказ для прессы. Так что мы вас приглашаем накануне. Вот, это достаточно новый спектакль. Я работал над ним довольно долго как сочинитель, как композитор. Сочинитель, слово, кстати, красивое такое, сочинитель. Сказочник немного. Автор либрето, известный московский драматург Михаил Марфин. И, кстати, ваш коллега телеведущий. Много лет работал в школе телевидения. Вообще написал очень много всяких сценариев для телепрограмм. Ну и КВНчик он известный. Я с ним знакомился. Мы ехали в одном поезде, помню. Москва-Воронеж на какой-то из КВН. Он очень хороший драматург. Он написал по роману Эмиля Золя. Это ведь роман Эмиля Золя. Первоисточник. Дамское счастье. Он написал очень хороший сценарий для мюзикла. И мне очень понравилась эта драматургия. Я решил, что этот спектакль может иметь... А он сразу писал сценарий для мюзикла или он просто писал сценарий? Нет, он писал сразу для мюзикла. Потому что он автор и разговорных диалогов, и автор текстов поэтических для музыкальных номеров. А вообще идея создания этого мюзикла принадлежит моей жене Валерии. Так как это была одна из ее любимых книг в юности. А так можно, да, на самом деле? Да, да, да. Если ваш сочинитель, вы можете заказать... Я доверяю ее чутью просто женскому. Поэтому предложение было такое от нее. А что в женское счастье вам не написать? И мы подумали, решили, а почему действительно не написать? А почему в этом произведении вы увидели мюзикл? Не оперетту, не театральную постановку? Да, смотрите, здесь просто есть ряд обстоятельств, которые и делают из этого литературного произведения возможную постановку, да, и, возможно, и мюзикл. Мюзикл, потому что есть романтическая линия, ну, то есть это очень важно для мюзикла. Есть, мы ввели специально мистическую такую составляющую, такую детективную немножко. И это тоже очень важно для того, чтобы мюзикл держался, да, на каких-то скрепах. Вот. Там есть возможность для шоу, потому что действие происходит в большом универсальном магазине. Ну, то есть это прилавки, которые катаются, там, тележки, лесенки и так далее, и тому подобное. Все, что позволяет, как бы, организовать сценическое пространство таким образом, чтобы можно было как-то его эффектно продемонстрировать в виде шоу. Вот. И смотрите, и сам сюжет, на мой взгляд, достаточно актуален для сегодняшнего времени. Почему? Дело в том, что у Узоля описан переходный период такой, да, вот это конец XIX века, когда мелкие предприятия разрушались, приходили крупные корпорации, крупные магазины, и они постепенно выдавливали, выдавливали мелких, значит, торговцев. И это было большой драмой, да, для многих людей, большой трагедией, с одной стороны. А с другой стороны, это было условие прогресса, да, то есть, как бы, явно наступал XX век, и для людей, вот, живших в это время, это было время таких серьезных потрясений, переломов, психологических каких-то травм и так далее. И поиска своего места в изменившемся мире. И поиска своего места в новом мире. В новом мире. Да. Вот. И я считаю, что в каком-то смысле, в каком-то смысле мы, вот, ну, сказать, у нас период сейчас истории такой непростой, да, сейчас многие люди тоже, как бы, ищут свое место, ну, как бы... Ну, система координат явно меняется. Система координат меняется. Опоры, точки, опоры, которые были еще недавно. Поэтому, мне кажется, что вот эта сама тема, то есть, поиска собственного места, места в жизни, жизнь в условиях каких-то серьезных социальных перемен, то есть, она в этом спектакле присутствует, так или иначе. Но самое главное просто, что спектакль этот дает ощущение надежды, оптимизма и веры в то, что если люди чего-то хотят и целеустремленно стремятся, да, к достижению какой-то своей мечты, то она сбывается. Вот, и это мое глубокое убеждение, что дает мне повод для оптимизма. Я думаю, что, несмотря на трудности, которые мы сейчас переживаем, мы все равно в итоге, ну, придем к какому-то результату, который будет счастливым, хорошим для многих людей. Вот вы говорите, мне я зацепился за два слова в ваших фразах про шоу и про, ну, радость или счастье. И почему-то подумал, что, ну, мюзикл как раз вот это шоу, ну, и там обязательно должно быть что-то, не веселье в смысле комедии, а вот какое-то ощущение счастья. Это может быть особенность мюзикла? Или нельзя так сказать? Ну, мюзиклы бывают разные и бывают очень-очень... Трагичные? Трагические, да, мюзиклы. Ну, например, там, вспомним, «Отверженные», например, есть такой мюзикл, да, по Гюго, по роману Гюго. Вот, и не сказал бы, что там он такой уж оптимистичный. Но в целом, конечно, это искусство мюзикла. Это искусство развлекательное. Чего там греха таить? Это развлечение прежде всего. Другое дело, что оно должно быть не глупым, профессиональным, правильно сделанным. Там много всяких аспектов, которые хотелось бы соблюсти, когда ты делаешь мюзикл. Но в целом, знаете как, я так думаю, что наша основная задача, я свою задачу вижу и как автор, и как продюсер, просто чтобы на те два часа, когда люди приходят в зал, в театральный зал, они немножко, знаете, получили какую-то эмоциональную отдушину. То есть, чтобы они оставили свои такие бытовые дела и какие-то обстоятельства жизни, которые не всегда, ну, такие уж, да, у нас распрекрасные. Чтобы они оставили это дома, а на эти два часа они погрузились в такой волшебный, театральный мир, где есть герои, есть героиня, есть какие-то там эмоции, они кипят, эти эмоции, они немножко такие, знаете, гипертрофированные, может быть, в мюзикле. Так всегда бывает, такой жанр. Вот. Но на эти два часа, чтобы они стали немножко детьми. То есть, чуть-чуть как бы отпустило их просто. И это, мне кажется, что в этом есть большой человеческий смысл, просто дать людям возможность побыть самими собой, вернуться куда-то к самим себе, так, чтобы резонировала у них душа, как бы на то, что происходит. Мне кажется, что искусство одновременно такой парадокс. Любое искусство, изобразительное, театральное, сценическое любое. Это, ну как сказать, парадокс в том, что и исследовать себя, и немножко, ну, забыться или отвлечься. Да. Как-то... Нет, просто есть разные, разные все-таки есть театры, есть театры сугубо интеллектуальные, но мюзикл – это прежде всего театр, который адресован человеческим эмоциям. Именно поэтому мюзикл, как жанр, популярен, потому что он понятен, там, скажем, профессору университета, да, ну, скажем, людям разных социальных слоев. Есть же где-то все-таки грань, что мы не можем сказать, что мюзикл – это, ну, как сказать, ненастоящее такое, легкое. Это очень серьезно же. Не в смысле, что мы умничаем, но в смысле, что это высокого класса требует, ну, это работа, ну, такая, больших профессионалов. Да, это работа, которая требует от актеров... Чтобы вот эту легкость, это же надо... Это работа, которая требует от актеров максимального мастерства, то есть во всех областях, то есть там хореография, пение, драматическая игра, да, и так далее. Декорации. Иногда и акробатика. Костюмы. Вот. Помимо этого, это такой синкретичный, как говорят ученые, да, музыковеды, вид искусства, который сочетает в себе и театр, и музыку, и хореографию, и сценографию, то есть живопись, да. И за счет этого, за счет слияния этих разных видов искусства, то есть мы получаем какой-то вот такой универсальный жанр. Именно поэтому мюзикл в нашей стране, он становится все более и более популярен. Но можно сказать, что все-таки для России мюзикл все еще там экспериментальное, новое, исследуемое, непривычное местами направление в театре? Или уже нет? Смотрите, в каком-то смысле и да, и нет. То есть у нас мюзикл первый был написан, если я не ошибаюсь, в 1974 году. Это был мюзикл «Колкер свадьбы Кричинского». И с этих пор у нас считается, что у нас появился первый русский мюзикл. Ну, то есть прошло уже 50 лет. То есть сказать, что это такой жанр совсем новый, то есть для страны. Какой-то заимствованный, да? Да, это уже не скажешь. Все-таки прошло полвека уже, то есть как бы культивируется этот жанр в стране. Вот. Другое дело, что да, русский театр, он всегда стремится к эксперименту, к каким-то пробам и там ищет, да, какие-то свои пути, что я считаю, в общем, абсолютно нормальным явлением, это отметь неплохо. Вот. Но я опираюсь все-таки на, как вам сказать, на классическую модель. Вот «Дамское счастье» это такой классический мейнстрим, то есть это классический мюзикл со всеми атрибутами классического мюзикла. Шоу. Включая шоу, конечно, включая шоу. Вот. Поэтому я думаю, что люди, знаете, как говорят, то есть театр, на мой взгляд, вот он не столько воспитывает, да, сколько преображает. 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 На тот момент, когда человек приходит в зал, в зал, и находится на спектакле, он преображается. Он все-таки... За счет погружения в атмосферу. Да, за счет погружения, за счет сопереживания с тем, что происходит. Ну вот действия этого мюзикла происходят в Париже. Как вы погружаете в парижскую атмосферу, которая, мне кажется, в российской культуре какой-то свой, наверное, даже Париж существует. Конечно, конечно. Я снова хочу в Париж, помните. В нашем представлении, то есть, ну, Париж, это определенные какие-то образы, да, и мы следуем этим образом. Мы ведь сами, так сказать, мы вышли из народа, что называется, мы сами порождение как бы нашей культуры, нашей среды. Поэтому наши представления, если они точно совпадают с представлениями большинства, то как раз мы попадаем в ту аудиторию, которую мы и ждем. Пусть даже это выдуманный город, но это наш выдуманный город. Вот это вы хотите сказать. Однажды Станиславскому сказали, там, Константин Сергеевич, декорации у вас, они у вас покрашены, вот не в те цвета, вот в которые там в Венеции, так сказать, принято. А он сказал, мне не плевать, то есть, какими цветами раскрашено это в Венеции. Главное, чтобы мы сами и люди, которые привезли в зал, верили в то, что это Венеция. Да, да. Поэтому театр – это театр. Театр – это театр, и мы не можем не учитывать вкусов, виденья, да, и чувствования нашей аудитории. И чем тоньше, и чем лучше мы ее чувствуем, эту аудиторию, тем больше вероятность успеха. Раз вы начали про декорации, расскажите, может быть, ну, приоткройте, что-то особенное в декорациях, костюмах, вот в сценическом решении используйте. Во всех моих спектаклях, у меня нет маленьких спектаклей, я вот как-то, у меня не складывается. Я обычно, если делаю спектакли, то они большие. Вот. И этот спектакль тоже большой. Здесь там… Много всего. Что значит большой? Много всего. То есть много переодеваний, много костюмов, там, ну, я не знаю, там, больше сотни, условно говоря. Много перемен декораций. В любом случае, то есть это красочное шоу, там, с использованием современных технологий, да, каких-то там контента, видео и так далее. То есть все, что можно получить технически от сегодняшнего театра, ну, от возможной, которая есть, да, вот в Красноярске, мы это стараемся использовать. А можно так сказать, что мюзикл, как жанр, он, как сказать, ну, что ли, в авангарде, да, каких-то технических, там, мультимедийных или иных проходов? Да, безусловно. Если говорить о мюзикле, то ввиду того, что как бы его один из атрибутов, да, это зрелище, да, таких, ну, явных, то есть вот составных частей, зрелище, важный атрибут мюзикла, то, естественно, самые последние инженерные достижения, самые последние достижения в области света, звука, ну, создания атмосферы определенной, они, конечно, в мюзикле находят отражение. Вот в нашем разговоре перед началом интервью я высказал предположение, что это, что мюзикл, жанр, это, ну, как сказать, достижение продюсеров, не режиссеров, может быть, не композиторов, да, не драматургов, как классические русские, российские театры, а это что-то такое специально созданное для публики, чтобы ее развлечь. И вы... Ну, смотрите, вот слово развлечь у нас как-то, у нас коннотация... Его могут, его могут не видеть, да. У нас коннотация в России, развлечь, это часто очень бывает... А, подумаешь. Да, развлекаловка. Да, да, да. Что бывает, да, говорят. Тут дело не в развлечь, дело в том, что именно преобразить... Ну, типа заставить купить билет, понимаете, на 3000 мест в зал, вот что-то вот в этом... Это просто очень демократический вид искусства, да, вот он адресован эмоциональной сфере человека, ввиду того, что люди, неважно, к какой группе социальной они принадлежат, чувствуют приблизительно одинаково. То есть мы там сострадаем, например, сироте, да, или там вдове, или мы радуемся там, когда героиня обретает свое счастье, или злодей наказан. Это такие чувства, которые не универсальны, они понятны всем. И мюзиклы, они, как правило, вот они обращены именно к этой сфере, к эмоциональной. Поэтому они понятны всем, поэтому люди ходят абсолютно разных там социальных групп, разный возраст у людей, да, которые приходят на спектакли, и молодежь, и люди постарше. Вы хотите сказать, что публика вот на мюзикле и на оперете, ну или там на опере, это другие люди? Это другие люди, безусловно. То есть опера, это высокое искусство, которое в принципе... Опять мы с вами, вот это вот высокое, но это же не низкое искусство. Это не низкое искусство, но это искусство... Эту грань пояснить хочу. оригинала. И, конечно, воспринимать оперу, читая с монитора, да, текст параллельно, да, когда оперу поют там на немецком языке или на итальянском, довольно сложно, что ты отвлекаешься. То есть надо либо язык знать, либо хорошо сюжет знать. Ну, мне кажется, там и сюжет, там меньше мы связаны с сюжетом как таковым. В опере? В опере. Да, в опере иногда бывает чудовищная сюжетка. Чудовищная. Что значит чудовищная? Запутанная или бессмысленная? Их просто иногда бывает, что их просто, ну, невозможно не понять, то есть как не оценить, потому что там, ну, как бы во многих операх сюжет либо очень запутан, либо он очень несовершенен. В опере не сюжет важен, там важное исполнение, важна музыка, драматургия музыкальная, да, и так далее. То есть сюжет все-таки в опере, он, ну, хорошо, когда он есть, когда он хороший. Но очень часто сюжеты очень слабые на самом деле. Сейчас выскажу предположение, скорее всего, ошибочное, но тем не менее. То есть оперу можно смотреть много раз, наслаждаясь вот любимой арией, любимыми там аккордами, любимым голосом исполнителя, солиста. А мюзикл ты смотришь как детектив, и когда ты уже знаешь развязку, то второй раз смотреть не так интересно. Нет, 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 я не согласен. То есть на мюзиклы люди ходят, ну, у меня есть примеры, когда там на некоторых моих мюзиклах люди бывали сотни раз, сотни, понимаете? Это очень много. То есть, значит, они находят что-то в этом, да, в спектакле, что их привлекает. И еще раз говорю, и то, и другое искусство. Просто то искусство, оно более элитарное, оно для более узкого круга. Ну, просто будем говорить правду. То есть опера доступна не всем, понимаете? А мюзикл, он доступен всем. То есть его в состоянии понять люди вот любых поколений, любых поколений. Вы в Красноярске ставите уже четвертый, по-моему, мюзикл. Да, это четвертый. У вас сложилось какое-то впечатление о публике Красноярской? У меня сложилось впечатление, что у нас есть полный контакт с публикой, с Красноярской. То есть начиная с «Голубой камеи», которая идет до сих пор на аншлагах, так насколько я знаю. Звездный спектакль. Да, да, да. Это был первый спектакль, который такого рода. Причем мы выдержали довольно серьезную такую волну критики, которая поначалу обрушилась на нас, потому что этот спектакль во многом был связан опять-таки с эстрадным искусством. А у меня есть глубокое убеждение в том, что этот жанр корневым образом связан с эстрадой. Я его продолжаю развивать. Просто две разные... Вот есть классический русский театр, есть эстрада, ну, во всем мире известная, да. И просто вот у нас театр и мюзикл встречаются на одной сцене, ну, в одном здании, в одном театре. Но вообще это просто два разных мира, по большому счету. Да, это два разных мира, которые нужно уметь синтезировать. Просто, да, синтезировать. Но все последующие спектакли, Джей Нейр, который идет сейчас тоже как бы в театре, вот, и вот «Дамская счастье», которая вот сейчас только ставится, и вот премьера 2 июня, вот я надеюсь, что она придется по вкусу. По вкусу. Сейчас финальная стадия. Остались просто считанные, ну, не то чтобы дни, но совсем мало времени. Много еще предстоит сделать? Как, в каком состоянии труппа? Нет, спектакль в целом готов. Ну, просто для того, чтобы его отладить окончательно, уже с сегодняшнего дня монтируются все декорации окончательные, то есть вывешиваются все, так сказать, там, ну, вещи, приборы, которые нужны. Вот, и мы вот в течение этих 10 дней, то есть театр закрывается, то есть он перестает практически, ну, то есть спектакли в нем не идут, а идут только постановочные репетиции. Вот в течение этих 10 дней будет отлажен окончательно звук, свет, то есть мизансцены все готовы, то есть актеры знают роли, но теперь мы выйдем на сцену, и уже в условиях реальных декораций, как положено, то есть будем репетировать. Ну, это вот очень похоже, действительно, то, что вы рассказываете, на такую постановку шоу, когда много техники, много звука, света, инженерии. Там же очень много деталей, то есть микрофоны, и свет, это нужно, чтобы люди встали, как говорится, на ту точку, где будет свет, это все нужно репетировать, это тщательно просчитано, то есть как это выполняется. По законам шоу-бизнеса. По законам жанра, скажем так. Мы ждем вот-вот 2 июня премьера нового мюзикла в Красноярском музыкальном театре, это будет «Дамское счастье» Эмиль Золя, прекрасная постановка, грандиозный мюзикл снова в Красноярске. Я, Максим Гуревич, желаю вам удачи. Пока.